Пока в Долине Уюта российские участники Баренц Игр завоевывали первые места, в Краевическом музее ветераны спорта вспоминали о своих достижениях. Очередное заседание Мурманского телевизионного клуба было посвящено празднику Севера. Мои коллеги продолжат. Потертая черно-белая пленка сменяется цветными планами известной всем мурманчанам панорамы. Долина Уюта – напряженная гонка тысячи зрителей и спортсменов. На очередном заседании телеклуба в стенах Краеведческого музея был показан фильм «Наш праздник Севера», посвященный 70-летию этого важного для всего Кольского Заполярья события. Мы хотели в дни праздника Севера, но в дни праздника Севера всегда определенные сложности бывают, потому что вроде есть возможность пригласить спортсменов, с другой стороны они там вроде как расписаны, заняты. Я вспоминаю два года назад, когда 80-й был юбилейный праздник Севера, здесь был практически полный зал. Здесь у нас в зале сидел четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. И пусть в зале сейчас нет современных героев, зато присутствуют самые настоящие легенды спорта. Например, Валентина Федоровна Устиленцева – ровесница самого праздника Севера. Она помнит еще довоенные соревнования и даже состязания 44-го года. Любовь к спорту прошла через всю ее жизнь и отразилась на последующих поколениях. Трое детей – мастера спорта. Девочка, которая младше, заслуженная, тренер России. Вот так они получили заслуженный тренер России. Теперь, значит, девять внуков. Один внук маленький, 10 лет, в Санкт-Петербурге. Он в сборной ЦСКА Санкт-Петербурга по хоккею. Вот так. И ему разрешают отдыхать только несколько, мало времени. То есть они все на тренировке. А старший внук, ему 30 лет. Он в сборной Украины по хоккею. На показе не только герои документального фильма, но и те, кто принимал непосредственное участие в создании ленты 12 лет назад. Праздник Севера для телевизионщиков 70-х, 80-х и даже 90-х всегда был самым настоящим испытанием. Для уличных зимних съемок, а на морозе операторы иногда простаивали целый день, приходилось готовиться как к путешествию в тундру. Нас возили на трассы, вот уже целая группа. Андрей Сычев ехал вместе с нами, техник ТЖК какой-то ехал. Я как оператор. И обязательно брали целую батарею аккумуляторов для того, чтобы во время съемки, а на холоде аккумуляторы разряжаются быстро. И вот мы ехали с целым кофром этих аккумуляторов, чтобы как можно больше снять материалы. Заседание Мурманского телеклуба проходит раз в месяц. Каждая встреча уникальна по подбору материалов для ретроспективы. Ее организаторы – известные журналисты Два Андрея, Сычев и Привалихин. Вновь и вновь достают из окромов архивные кадры, по которым можно проследить всю историю столицы Заполярья. От первого праздника Севера до ближайшего столетия.